Конструкция такая. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 марта. Несмотря на то, что конец марта, я уже говорила, у нас сегодня ночью было минус 16. Сейчас примерно минус 10. Но в теплице очень высокая температура. И это время можно использовать для посева зелени. Вот мы с Катей вчера сеяли редиску. А я сеяла 3 дня салат. 3 дня назад вчера сеяла лук на зелень. Сейчас я скажу, что можно сейчас посеять безбоязненно. Ой, что-то спершило. Салат можно сеять даже тогда, в холодных теплицах. Даже тогда, когда на улице минус 15, минус 20. Ну, все, не могу. Вы посеете семена, он будет лежать до тех пор, пока температура для него не будет вот такой комфортной. Он вылезет. Если будет долго холодно, полежит неделю. Также можно сеять редиску и можно сеять лук. Вы знаете, что он холодостойкий. Я вот сейчас сею вдоль бортиков. Сейчас я выключу камеру и подробно покажу, как я это делаю. Ну, начну я с салата, потому что это самый простейший вот такой вот посев. Видите, у меня семена свои. Тут несколько сортов салатов, смесь. Я просто поливаю. Так как в теплице тут уже немножко пересушенный грунт, я вот эту полоску вдоль бортика полила. Вдяла семена и просто посыпала, как бы присолила почву. И чуть-чуть-чуть пригребла, полила. Все, закрываю вот такой вот полиэтиленовой пленочкой. Можно пленочкой не закрывать, но я всегда закрываю, потому что если не прикрыть пленкой, как вы понимаете, день-два постоит, и почва снова высохнет вот до такого состояния. А нам нужно, чтобы она как можно дольше была влажная. Потому что, конечно, можно было бы высохнет, полил, высохнет, полил. Но так как воду через сугробы сюда носить еще очень тяжело, я закрываю пленочкой. Вот хочу показать вам редис, который я всего несколько... Ой, этот салат, который всего несколько дней назад посыпала. Видите, как он дружно всходит. Это я посыпала в тот день, когда здесь у меня оставался разведчик, когда ночью было минус пять. Очень хорошо он всходит. Та партия салата, это уже вторая. Все, сейчас про редиску. Вчера мы сеяли здесь и редиску. И с редиской хоть немножко посложнее, но все равно все очень-очень просто. Мы сеяли жару. Это вот один из самых популярных, написанных, раннеспелых сортов. Также я сею французский завтрак, 18 дней. Все-все с коротким сроком вегетации. Желательно, чтобы они как можно раньше отдали урожай, чтобы они мне здесь в теплице не мешались. А следующую партию я буду сеять уже в огороде, в открытом грунте. Я просто-напросто беру любую валяющуюся палочку и на расстоянии 3-4 сантиметра делаю дырочки глубиной примерно полтора сантиметра. Вот видите, вот так заглубляю. Сильно глубоко ее не надо заглублять, потому что семена редиски не очень крупные. Потом по одной раскладываю. И вот это самое сложное. Когда раскладываешь по одной штучке, конечно, время идет. Потом я также загребаю. Этой же палочкой присыпаю. Поливаю и закрываю тоже пленочкой. Пленочкой стараюсь всегда обязательно закрыть, потому что под пленкой там и парниковый эффект создается, там теплее. Вот сейчас хорошо, солнце жарко. Когда солнца нет, она немножко предохраняет от холода, предохраняет почву от высыхания. Ну, короче, в пленке я вижу много преимуществ. Укрываю все-таки пленочкой. Конечно, не обязательно раскладывать по одной штучке. Можно сеять вот так просто методом посола, так же, как салат, но тогда она всходит густо, и ее нужно или прореживать. Конечно, нужно больше семян при таком методе, росыпью. И тогда ее нужно или прореживать. Если ее прореживать не будете, она начнет вытягиваться, забивать друг друга. И вот эти корнеплоды, маленькие, красненькие вот эти штучки, редиски, они будут формироваться плохо, они будут угнетать друг друга. Они же быстро, сразу в первые дни после посева, они начинают вот этот корнеплод у нее раздуваться, толстеть, ей нужно много места. Я предпочитаю одиночные вот эти посевы. Как зайдет редиска, я вам покажу. Но это очень-очень просто, как вы видели, и салат, и редиску. Сейчас перейдем к луку. Еще всегда весной я высаживаю лук на зелень. Вот лук на зелень в теплице, даже в холодной, не всегда получается, еще даже раньше, чем лук-батун на улице. Для этого беру, вот в данном случае у меня остались от прошлого года, от подзимых посевок лука, вот такие севушки. Но можно специально купить в магазине, каждую весну они продаются. Тоже очень простой посев-посадка. Если есть время, то лучше вот эту обрезать, хвостик. Когда хвостик обрезаете, всходы быстрее появляются. Я ничего не обрезала, просто по-быстрому всовываем луковку, чтобы она была полностью заглублена, но не дальше. Находясь в верхнем слое теплой земли, луковка очень-очень быстро проснется. Тут самое главное условие, чтобы грунт был влажный и чтобы она не подсыхала. В сухом грунте луковка будет долго сидеть. Обычно лук просыпается буквально на второй-третий день. Если посадки одиночные, я делаю одиночные, через 5 см друг об друга, вот так строчно, можно делать мостовую. Я уже показывала в позапрошлом году, просто берете квадрат 20 на 20 и усаживаете их вплотную, ряд за рядом. На зелень можно лук и так, потому что головка вам не нужна. Если только для выгонки лука зеленого на еду, то можно и вот так. Но я их сею по одной, потому что так они лучше не мешаются. Некоторые высевают еще и петрушку. Петрушку я не сею никогда в теплицу в холодную, потому что она очень долго всходит. Эти буквально через 2-3 дня зелень высунется. Петрушка всходит долго, и пока она взойдет, тут уже томаты разрастутся. Короче, она мне будет мешаться. Но вообще многие люди в качестве уплотнителей используют все любые зеленые культуры. Я вот в прошлом году еще сеяла и рукколу, и шпинат. Все это можно делать уплотнением. Но уплотнение это что? Основная культура, а между ними вот эти посадки зелень, это уплотнение. Уплотнение потом вырывается, съедается прямо в первый месяц, а томаты будут дальше у вас расти. Все, до свидания. Это была Ольга Чернова. Посев первых зеленых культур в поликарбонатовую теплицу, это будет первая витаминная зелень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!